Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! В рамках проекта, представленного библейским порталом экзегет.ру, мы поговорим сейчас о 12 главе Откровения Анна Богослова. 12 глава снова возвращается к тому способу говорить о истории и судьбах мира, о происходящем в отношениях между Богом, Церковью, людьми, этим миром, который был использован не раз евангелистам в предыдущих частях апокалипсиса. Снова здесь речь идёт об знамениях, которые открываются ему одно за другим, не потому, что между ними есть причинно-следственная связь, а потому, что это способ, при помощи которого можно вести речь о достаточно сложной и многогранной картине. Первая часть 12 главы посвящена жене, облечённой в солнце, и дракону. Посвящена таким образом чрезвычайно важному для дальнейшей христианской мысли образу, потому что, во-первых, и это, наверное, не подлежит особым сомнениям перед толкованием, очевидная совершенно отсылка к Пресвятой Богородице. Мы не станем спекулировать, в самом ли деле это имеет в виду евангелист Иоанн Богослов, но мне кажется, трудно быть христианином и не прочитать слова о жене, облечённой в солнце, именно как слова о Пресвятой Богородице. И вот Иоанн говорит о том, что жена, облечённая в солнце, имела в очреве и кричала от мук рождения, и родила младенца мужеского пола. Видите, ещё тоже чрезвычайно важно, что в эту эпоху далёко не проработан язык богословский, и навык говорить о воплощении такого, какой возникнет через два-три или, может быть, четыре столетия после Иоанна Богослова, такого навыка ещё вовсе нет. И если в эту эпоху человек хочет и пытается сказать нечто о воплощении Сына Божьего, он прибегает вот к таким литературным средствам – сказать, и слово стало плотью, или сказать, что жена, облечённая в солнце, родила младенца мужеского пола. Но в известном смысле и для Иоанна, и для его читателей это как раз известно. Но важно для них увидеть, что события, о которых Иоанн говорит здесь и дальше, это не только, может быть, даже и не столько планомерное развитие замыслов Бога о том, как бы извести род человеческий с лица земли, а это результат столкновения Бога, приходящего в мир, как он пришёл в Вифлееме, воплотившись и став младенцем, став человеком, и мир, и вот дракон, который и в культуре той эпохи, и в словоупотреблении иудеев, да, кстати, и не только иудеев первого века, и в гораздо более древних текстах библейской культуры, например, у того же Даниила. Дракон – это в первую очередь символ такой глобальной, тотальной империи, которая строит всех в первомайскую демонстрацию и железной рукой гонит человечество туда, куда решит самый главный. Вот, собственно говоря, дракон, претендующий на абсолютную и неоспоримую власть над всем миром человеческим и природным. Вот Иоанн говорит о том, что происходит на небе война, причём действительно вот этот конфликт, это столкновение между Богом, воплотившимся, и драконом, который лишь отчасти, может быть, обозначает земную империю, но может быть понимаемый ещё значительно шире. Вот это столкновение, оно неизбежно, оно неизбежно, оно происходит и на земле, и в земной истории, и на небе. Вот. Ну, действительно, знаете, это как столкновение вещества с антивеществом, оно не может не аннигилировать, мы не можем сделать так, чтобы они не взорвались. Как Павел тоже пишет в одном месте, какое общение у Христа с Велиаром. Вот эта мысль чрезвычайно важна для автора «Апокалипсисов» вообще и во второй половине книги в частности. Стало быть, вот это столкновение плюса и минуса. Битва добра со злом. Тоже, в общем, в эллинистической культуре того времени образ вполне известный и читаемый. Вот это то, что происходит не потому, что Бог так задумал, а потому что Бог воплощается, становится человеком, и происходит всё, что происходит дальше в жизни Господа нашего Иисуса Христа, о чём Иоанн уже в Евангелии написал. И у этого есть результаты. Не просто мир рушится потому, что явлена слава Божья и правда Божья, но этот мир и активно сопротивляется. На самом деле, может быть, для читателя, читателя которому была предназначена книга, и для сегодняшнего читателя важно не только и даже не столько это из 12 главы считать, потому что, в конце концов, то, что мир и люди в этом мире часто и правде Божьей, и любви, и многим другим от Бога, идущим, и Бога в себе несущим вещам, не просто не принимают их, а активно сопротивляются. Ну, это так. Ну, что же лукавить-то? В зеркало достаточно посмотреть. Но важно вот что. Иоанн слышит громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и силы и царства Бога нашего и власть Христа его. В разных литургических контекстах христиане православные, да и не православные, а тоже, вспоминают вот эти слова, вот такие формулировки. Мы славим и мы молимся, потому что настало спасение, яко твоей царства и силы и славы. Вот эти слова, которые в литургической культуре христианской присутствуют в самых разных вариациях постоянно, они важны, потому что наш диалог с Богом опирается на нашу веру в то, что победа уже совершилась. Потому что на самом деле праведники победили кровью Агнца, вот как здесь говорится в 11 стихе. А кровь Агнца уже пролилась. Уже пролилась. Потому что Бог искупает кровью Агнца мир, к которому мы принадлежим. И, может быть, это самая важная, совершенно потрясающая вещь, на которую действительно человек может опираться сердцем. Веселитесь небеса и обитающие на них. для, как заканчивается эта глава, для сохраняющих заповеди Божьи, имеющих свидетельство Иисуса Христа, для тех, кто свою жизнь соотносит с кровью Агнца, с тем, что Бог совершил в Иисусе, для тех, кто благодарит и славит Его за это, потому что спасение и силы, и царство, и власть Бога нашего явлены. Вот действительно, как мы уже говорили, глядя на предыдущую главу, посреди всей полноты ужаса, несовершенства и жестокости мира присутствует полнота, любовь и свет Царства Божьего. Субтитры создавал DimaTorzok